Серия Собчак должна этого слышать первой. Дали некий сигнал, и вперёд, значит, хватай, прессуй. Профессор Кагарлицкий – это инструмент в разборках между этими группировками. Убили не всех, но, судя по всему, очень много. По Скобеево время проверяют. Чур-чур, что же она всё время к нам с этим пристаёт? Россия – страна неравенства. Где настоящий враг и шестая колонна, а где приличные профессора? Предательство – это достаточно стандартный тип поведения. Правила игры не поменялись, потому что сейчас их вообще нет. Да, конечно, завербуюсь, да немедленно завербуюсь. Патриотизм и любовь к начальству – это разные вещи. Я просто никогда никому не угождаю. У нас в Камере материться было нельзя категорически. Тюрьма на самом деле – это абсолютный срез общества. В России нет политики, российское общество аполитичное. Кто-то пытается играть, условно говоря, в оттепель, кто-то пытается играть в заморозки. В каком случае вы уедете? Не в каком. Почему я должен уезжать? Я живу в своей стране, не надо бояться. И не надо бояться. Спешу к вам с новостями с острова Бали. Я уже делилась, что купила виллу у застройщика парк, которому я, несомненно, доверяю. Мы уже начали стройку, и я с нетерпением жду результата. А сейчас в их новом проекте Ocean City появились специальные условия – гарантированный доход 10% со сдачи в аренду на протяжении трех лет. Еще одна приятная деталь. В отличие от других стран и застройщиков, все выплаты производятся в долларах. Предложение действует еще 30 дней, так что самое время действовать. Это действительно компания, которой можно доверять. Борис Юлевич, здравствуйте. Я очень прямо рада вас видеть. Честно. Камеры не засняли, но я вас так обняла крепко, потому что мы всей редакции, хочу сказать, болели за то, чтобы вы вышли из тюрьмы. И я очень рада вас видеть на свободе. Ну, я тоже очень счастлив вас видеть по многим причинам. Во-первых, действительно на свободе гораздо приятнее. Знаете, как Дмитрий Анатольевич Медведев нам же сказал, что свобода лучше, чем свобода. Борис Когорлицкий – российский социолог, публицист, кандидат политических наук, преподаватель Шаненке, основатель интернет-журнала «Рабкор». В июле 2023 года его задержали в Москве и обвинили в оправдании терроризма. Поводом к уголовному преследованию стал видеоролик, где Когорлицкий комментирует теракт на Крымском мосту за 10 месяцев до ареста. Его дело рассматривали не в столице, а в республике Коми. В декабре 2023-го военный суд приговорил социолога к штрафу в 609 тысяч рублей и запретил на два года администрировать сайты, хотя гособвинение запрашивало для него 5,5 лет колонии. Впервые в СИЗО Борис Когорлицкий оказался еще при Брежневе за антисоветскую пропаганду. Спустя 40 лет в России его признают иностранным агентом и внесут в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Во вторник, 13 февраля 2024 года, апелляционный военный суд пересмотрел приговор социологу и приговорил его к пяти годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Мне кажется, что вы словно побывали в романе Франца Кавки «Процесс». У вас, кстати, не было аллюзий с этой книгой, пока вы находились в СИЗО? У меня аллюзия с этой книгой постоянны, и причем была еще очень смешная история, когда я попал под административный арест 10 суток в 1921 году, то там были люди тоже, ну, бытовики так называемые, ну, какие-то мелочи, да, там, те же 7-10-15 суток. И вот один такой парень, ну, у него какие-то там бытовые проблемы были, значит, мы с ним разговаривались, а там книжки были на книжных полках, я ему дал процесс, говорю, почитайте, будет интересно. Ну, он читает, читает, дочитал до половины книжки, и потом говорит, ой, я только сейчас понял, что это не про нашу жизнь, я-то думал, что это про нас написано. А это еще была административка. То есть, конечно, Кавка, ну, просто вот, самый современный писатель, и очень реалистический, очень. Ну, вот, чтобы понимать, как сейчас проворачиваются жернова российского правосудия, мне кажется, важным восстановить хронологию вашего дела. Давайте попробуем вместе это сделать. Итак, 25 июля 2023 года вы отправляетесь в аэропорт Домодедово, чтобы встретить жену. И там вас задерживают сотрудники ФСБ по обвинению в оправдании терроризма. Вы в тот момент сами понимали, за что конкретно вас арестовали? Ну, вот честно. Ну, начнем с того, что сначала меня задержала полиция проверить личность. Там, в аэропорту? Да, прямо там, в аэропорту. Ну, ладно. Я, кстати, действительно сначала не очень понял, в чем дело, потому что, как выяснилось, просто меня собирались арестовать дома, но упустили тот момент, когда я поехал в аэропорт. Поэтому они должны были меня догнать и арестовать в аэропорту. Ну, сейчас я уже могу все это рассказывать, потому что следствие закончено, никаких подписок я не давал. Так что здесь все очень просто. Ну, и потом подходят ко мне два очень милых, интеллигентных, молодых человека. Кстати, говорю, без иронии. Они действительно были очень вежливые, держались очень корректно, и речь у них вполне была интеллигентная. Предъявляют мне бумагу и говорят, что вы задержаны, вернее, против вас возбуждено уголовное дело в связи с оправданием терроризма. Тут я как-то немножко оболтел, говорю, может, какая-то другая статья? Ну, мало ли, да, статьи. Почему уж такая статья, оправдание терроризма? Ну, как-то они не поняли юмора. Тогда я говорю, ну, я задержан? Да, вы задержаны. Ну, и дальше они меня везут домой, уже такие серьезные ребята в бронежилетах с автоматами, в касках, в касках, по-моему, да, ну, естественно, в Балаклавах, ну, то ли их три, то ли четыре было. Не, ну, три, наверное. Ну, в общем, в таком виде, в таком конвое, значит, приезжаю домой, ну, и там начинается, начинается обыск. Я просто сразу говорю вам, что нужно. Мой ноутбук нужен? Вот мой ноутбук. Телефон, что вам нужен? Они говорят, вот ноутбук, телефон. Я им отдал ноутбук, телефон, и дальше, в общем, они в основном чай пили. То есть, как-то я не видел, чтобы какая-то была бурная активность. Когда я это рассказываю, я прекрасно понимаю, что просто, ну, ко мне было другое отношение, чем ко многим иным людям, потому что я знаю много политических дел, и там совершенно все по-другому происходит. А почему, как вы думаете, другое отношение? То есть, дали задачу не прессовать вас сильно? Возможно, возможно. Но мне просто кажется, что Россия страна неравенства. Вот неравенство проявляется даже здесь. Вот даже когда вас арестовывают, условно говоря, есть разные категории. Разные категории арестантов, разные категории обвиняемых. Ну, или понимали, может быть, что резонанс будет просто больше. Да, но я знаю другие случаи, когда резонанс тоже был, но отношение было иное. То есть, есть, видимо, категории градации. Ну, вот я, слава богу, оказался в привилегированной категории. Ну, слава богу, тут так, потому что в итоге вы сели. Все равно, понимаете, лучше сесть так, чем сесть, как Азат Мефтахов, например, или некоторые другие люди, которых я тоже очень уважаю, которые, в общем, оказались в гораздо худшем положении. Поэтому я могу так даже с юморком какие-то вещи рассказывать, потому что действительно там было бы много, скорее, забавного, чем страшного. Ну, просто надо понимать, что мне повезло. Мне по жизни очень повезло. Неоднократно. И вот в том числе даже с арестом мне тоже повезло. То есть я в этом смысле человек достаточно счастливый. Ну, вы для себя вот уже поняли, это была просто случайность системы, ну, словно какой-то товарищ майор нашел видео, придрался к словам, а там дальше не сообразили, что вы, в общем, не радикал для власти, или это осознанное было? Нет, я категорически уверен, что это было не так. Я очень четко понимаю, что это очень было похоже по сценарию на то, что было связано с моим первым арестом в 1982 году, когда тоже я принадлежал группе молодых социалистов. И не то, чтобы мы представляли какую-то серьезную опасность для государства в тот момент. Причем значительные части работы или деятельности этой группы это было чтение каких-то книжек, обсуждений и так далее. Ну, выходил кое-какой СМС-дат, но, понимаете, ну, не очень страшно. Даже по масштабу тогдашей диссидентской деятельности это, в общем, было все очень маленькое. И потом вдруг, вот, не только нас, еще там некоторое количество людей, вдруг просто, что называется, вот начали брать, да. Причем я просто помню тогда, предупреждаю, что вот, сейчас опять метла начала мести. То есть кто-то дал сигнал на зачистку. И сигнал на зачистку предполагал, что вот просто вы попадаете в определенную категорию, дальше уже не разбираются, вас забирают. И, в общем-то, тут очень интересный момент, что потом мы поняли, что Леонид Ильич Брежнев был, в общем, при смерти, да. И, соответственно, дали некий сигнал, и вперед, значит, хватай, прессуй. И об этом даже, вот говорю, за сутки двое меня предупреждали, говорили, что вот, ну, смотри, тут вообще что-то плохое творится в городе, да. В этот раз я не знаю, что там происходило в Кремле и на самом верху, но для меня было совершенно понятно, что тоже какой-то сигнал на зачистку был дан. Соответственно, мы помним, как Игорь Ивановича Стрелкова-Гиркина тоже забрали за буквально несколько дней до этого. Незадолго до вашего ареста. Да, да, ну, буквально днями. И у меня было твердое ощущение, уже когда, конечно, меня везли, что вот просто прошел сигнал, что вот некий, знаете, сигнал Икс прошел, да, и вот все люди, которые у вас в каких-то списках фигурируют, там не разбираемся, как, что там, значит, лови. Но по поводу самого обвинения это все было тоже несколько комично, потому что, собственно, видео, к которому мы прицепились, выложено было в эфир в октябре 22-го года. То есть прошло 10 месяцев. То есть 10 месяцев до вашего ареста. 10 месяцев все это спокойно висело, никто ничего не предъявлял. Ну, так может быть, не эта причина? Вот, я именно про это говорю. Более того, придрались к заголовку видео, причем это все к двум словам заголовки. Взрывное поздравление кота мостика. И сказали, что словосочетание взрывное поздравление это поддержка терроризма. Но не только. Там еще есть внутри некая фраза, мы ее произносить не будем. Черт говорю, что в обвинительном заключении и в четырех томах дела не было предъявлено никаких мне претензий, кроме словосочетания взрывное поздравление. В связи, конечно, с тем, что случилось на Крымском мосту. То есть вот никаких других фраз предъявлено из этого видео не было? Никаких других фраз из этого видео предъявлено не было. Никакой критики, разбора или анализа этого видео не было. Было только словосочетание взрывное поздравление. Ну, естественно, тут же опустили кота мостика, который был как бы немножко непределем. Дело в том, что когда строили Крымский мост, то какой-то кот прибился к строителям, его назвали кот мостик, и потом от его имени ввели телеграмм. И этот телеграмм уже шел, пока строили мост, потом уже мост построили. И вот был день рождения Путина, и в день рождения кот мостик написал поздравление Путину. А на следующий день произошел подрыв моста. И я сказал, что получилось, что кот мостик выступил провокатором. Вот, собственно, что было в этом видео. И дальше уже, естественно, кота мостика по боку. И главное, вот, словосочетание взрывное поздравление. Если поздравление слово позитивное, слово взрывное ассоциируется с терроризмом, значит, это одобрение терроризма. То есть, ну, давайте честно скажем, было понятно, что никого не волновало эта история, никого не волновало это видео, никого не волновал кот мостик, понятное дело. Их, тех людей, которые приняли решение, волновало что-то совершенно другое, им просто нужно было срочно, можно сказать, за полчаса, за два часа, за четыре часа, найдите повод для задержания. Вот, неважно, да? Прочешите. В связи с чем, вы считаете? Что-то произошло на самом верху в Кремле, в администрации, в силовых структурах, в каких-то высших силовых властях. Давайте пофантазируем, что все-таки вы ученый, интеллектуал. Да, вы всегда открыто говорили о том, что вы против власти, вы не поддержали СВО, но вы всегда это делали в форме довольно корректной, интеллигентной и не призывающей к каким-то радикальным решениям. Ну вот, то есть вы... И не Навальный, и не Панин, так сказать. Вы всегда вот в своей какой-то очень такой профессорской манере это делали. И для всех, и для меня шоком стало именно то, что опять поменялись правила игры, теперь вообще ничего нельзя, и даже быть против СВО нельзя, или почему? Мне кажется, что правила игры не поменялись, потому что сейчас их вообще нет. Был момент, когда эти правила пытались поменять, но на мне ставили определенный эксперимент. Я считаю, что по факту получилось так, что я на себе тоже поставил эксперимент, понимаете, потому что, как вы прекрасно знаете, очень многие люди, когда говорят, что вы иностранный агент, они, что называется, снимаются и сразу улетают. И, кстати, я глубоко уверен, что те, кто писали законы об иностранных агентах, они исходили именно из этого, что никто не будет выполнять требования, которые предъявляются к иностранному агенту, потому что, как иностранный агент, все равно тут же убежит. Я сказал, пожалуйста, я буду оставаться здесь, я буду здесь жить, буду здесь работать, и буду выполнять ваши правила, даже если считаю их, мягко говоря, довольно дикими. Но я, по-другому, буду их выполнять и покажу, что их можно выполнить. Я, кстати, думаю, что это очень многих раздражает гораздо больше, чем какие-нибудь оскорбления, понимаете? Но вот это мой принцип. Да, мне эти правила категорически не нравятся. Мне эти законы кажутся очень, мягко говоря, безобразными, даже скажу больше, совершенно противоречащими духу и принципу вообще законности. Вы понимаете, почему вас решили судить не в Москве, а в Сыфтывкаре, в республике Коми, вы к ней не имели никакого отношения, ни по факту рождения, никак. Это что, типа ссылки на рудники подальше от столицы, от сторонников? Вот этого я до конца понять не могу. То есть у меня есть некоторое объяснение, но есть мифологическое объяснение, потому что я в феврале как раз был в Сыфтывкаре, выступал там, и когда уезжал, сказал, что тут все-таки холодно, темно, город довольно интересный, вот я бы хотел снова летом приехать в этот город. Вот, что называется, джину надо формулировать более точно просьбы, потому что таки летом меня привезли в этот город, но, правда, под конвоем. Но если не брать, так сказать, мифологические или мистические объяснения, то действительно, по всей видимости, меня хотели убрать из Москвы, однако, почему выбран именно Сыфтывкар, я до конца понять не могу, потому что даже вот когда приехали сотрудники ФСБ и стали говорить что-то, что меня зовут в Сыфтывкар, я говорю, а что я на лекции в Сыфтывкаре что-то не так сказал, вернее, это было не лекция, а на выступление перед людьми, которые собрались меня послушать, такое вот было полунеформальное мероприятие. Я говорю, что я там подсказал что-нибудь такое крамольное? Они говорят, нет, нет, к этому выступлению претензий нет. Я говорю, а тогда что? А вот некий местный депутат Красноперов обнаружил признаки экстремизма, терроризма и так далее в вашем ролике 10 месяцев. Вот это очень интересная личность, кстати. Вот Красноперов, давайте поподробнее на нем остановимся. Он же выступил свидетелем на суде со стороны обвинения и, собственно, он написал донос. Вы же видели этого человека. Что он вообще из себя представляет? Ну, я его видел 15 минут, примерно даже меньше, просто пришел, дал присягу, сказал все положенные слова и потом ушел. Ну, такой спортивного вида, крепкий, подтянутый молодой человек. Больше ничего не могу сказать. Единственное, что он так и не смог ответить на вопрос, а кто ему сказал про этот ролик? Потому что он сказал, что ему один из избирателей сказал, что вот есть такой ужасный ролик. Он его посмотрел, понял, что ролик в самом деле ужасный, ну и написал донос, естественно. Парадокс, но этот турбопатриот Красноперов на самом деле родился и вырос в Казахстане, а в Россию он приехал по студенческому обмену. Скажу вам честно, меня позабавила этимология вообще его фамилии. На воровском жаргоне СССР Красноперами называли мусоров. Фокс на него наган навел и говорит, рассказывай Красноперы, кого вы здесь спасете, а то сейчас на небо отправлю. представителей милиции, скажем так. Можно сказать, что это тоже такая кавкянская реальность, абсолютно вот такой новый тип профессионального доносчика. Можно так о нем сказать, как вы считаете? Понимаете, я его слишком мало знаю, чтобы делать какие-то окончательные выводы. Опять же, по своему принципу я не буду судить о человеке по 10-15 минутам знакомства. Но, единственное, могу сказать, что, в общем, кто-то ему сказал, а вот кто был этот кто-то, он пояснить не мог. И вот мне почему-то кажется, что этот кто-то был не просто обычный избиратель, а человек из какого-то учреждения. Но я понимаю, что еще, наверное, такой вещью, которая не могла вас не ранить, было то, что среди свидетелей на стороне обвинения выступил ваш бывший сотрудник, журналист Рапкора. Его звали Гектор Шпрее. Вы с ним часто вели программы, стримы. И сегодня наш гость Гектор Шпрее. Один из тех, кто организовал вам, возможно, уже известный форум самоорганизации. Как вы сами понимаете, почему он совершил это предательство по отношению к вам? Ну, во-первых, такие вещи случаются в жизни. И это не то, что нормально, это абсолютно ненормально, но это далеко не уникальный и исключительный случай. Мы прекрасно знаем. Знаете, начиная с библейских времен, как бы предательство это достаточно стандартный тип поведения определенных людей, определенного рода людей. И почему нет? Но вы с этим человеком работали, вы выращивали его по журналисту? Ну, понимаете, какая штука? Его действительно коллектив рабкора за несколько месяцев до этого исключил. Причем там действительно был конфликт и мировоззренческий, он, на мой взгляд, в какой-то мере нравственный, и профессиональный. Можете немножко рассказать? Его уволили, правильно? Да, его не уволили, его именно исключили. У нас была другая схема, у нас собирался коллектив, было общее собрание, и, собственно, как раз другие его коллеги потребовали его из коллектива убрать. То есть вы думаете, что это его такая месть была вам за то, что его потерли из коллектива? Ну, я не знаю, месть, обида, я не знаю. Ну, он сделал какие-то для себя выводы, на мой взгляд, выводы абсолютно несправедливые, но он, наверное, сделал выводы и из них исходил уже дальше. Два раза Владимиру Путину задавали вопрос о вашем кейсе, и дважды он отвечал, что не знает, кто вы такой. Я не знаю даже, о ком вы говорите. Кто такой? Когорлисткий, вот так мне коллега подсказывает. Первый раз это сделал Андрей Колесников, спросив, не на пороге ли 37-й год. Люди арестованы за произнесенные или написанные слова. Нормально ли это? Но, слава богу, не 37-й год же у нас. Или уже некоторые, знаете, думают, что, а, может быть, и 37-й? Значит, у нас 2023-й, и Российская Федерация находится в состоянии вооруженного конфликта с соседами. Второй раз этот вопрос Путину был с просьбой помочь вам на Валдайском форуме. У него прекрасное знание российской истории, и он всегда был привержен России. И это наш личный призыв к вам. Пожалуйста, займитесь этим лично. Я, конечно, возьму эту бумагу, посмотрю, отреагирую, обещаю. Я правильно понимаю, что именно после Валдая ваше дело стали рассматривать в ускоренном порядке? Нет. Категорически нет. Более того, я не связываю мое освобождение с этим эпизодом, хотя, конечно, определенную роль он сыграл. Дело в том, что она ведь не только Радик Эдесай выступила. Радик Эдесай передала бумагу, подписанную рядом участникам Валдайского форума, с просьбой разобраться в этом деле, ну, естественно, меня освободить. То есть, это было даже не обращение одной женщины, действительно, профессора из Канады, которая вообще-то из Индии родом, и имеет довольно большое влияние именно в Индии, ну, вообще, в странах глобального юга, как сейчас принято говорить, но это было подписано целой группой людей с форума, и думаю, что определенное влияние это имело. Но, я также уверен, что не это определило исход дела. Я думаю, что исход дела определила, условно говоря, очередная борьба между башнями. Мы знаем определенные случаи, когда тоже пытались оказать влияние на российскую власть разного рода петициями, просьбами, обращениями. Это всегда не помогает. Ну, иногда помогает, но это как минимум 50 на 50. И мы знаем правило, что не надо под давлением принимать решения. Да, это вот, по крайней мере, приписывается Путину, приписывается вообще российской власти. Поэтому тут может и так сыграть и эдак. То есть, это могло быть даже в определенных обстоятельствах ухудшить дело, а не улучшить его. Давайте тогда рассмотрим эту историю с башнями. А кто был против вас, а кто, например, не был заинтересован вот из этих башен? Ну, давайте я вам сейчас расскажу один эпизод этой истории, который я не рассказывал еще никому. Я специально приберег это для Ксении Собчак, потому что именно Ксения Собчак должна это услышать первой. Давай. Так вот, когда уже дело шло к суду, где-то в середине октября, ближе к 20-м числам, дело было отправлено из Сыктывкара в Москву и пропало. То есть, сколько времени идет дело? Ну, даже с Фельдьегером, там, почта, на лошадях, там, не знаю, ну, неделя, да? Ну, неделя, это если вот действительно, не знаю, ну, раньше-то голубиной почты, понимаете? Ну, и вот, действительно, в последние дни, буквально перед самым-самым концом меры пресечения, вдруг дело всплывает, а дальше все начинает лететь просто вот прямо так вот ракетой, да? То есть, быстро-быстро-быстро продлевают меры пресечения, потом назначают суд, суд приезжает и так далее. И, причем уже по некоторым сигналам, я понимаю, что будет штраф. То есть, об этом практически прямо мне говорили уже ближе к концу, когда оформляли бумаги, что, ну, скорее всего, будет штраф, так что не сильно переживайте. Ну, и в этот момент вдруг происходит несколько событий, которых я узнал уже только задним числом. Так. Мой адвокат попадает неожиданно на пустой дороге в аварию, потом он собирается самолетом лететь в Сыктывкар на суд, который уже назначен, буквально на следующий день, и его пытаются снять с рейса. Абсолютно случайно, именно в эти же дни страховочный адвокат, то есть, коллега, которую держали в Сыктывкаре исключительно для таких случаев, что если что-то такое произойдет, вдруг заявляет, что выходит из дела. Потому что все было заранее спонировано. Как я это трактую? Я это трактую так, что идет борьба, конкретная борьба двух группировок. То есть, кто-то уже продавил решение о том, что меня нужно освободить, и в это же самое время кто-то другой, опять же, не знаю ни тех, ни других, серьезно говорю, это не кокетство, действительно не понимаю, кто есть кто, но совершенно понятно, что в это же время кто-то другой говорит, не надо, и пытается помешать реализации уже принятого решения. Понимаете? То есть, иными словами, идет такая серьезная борьба. Футбольный матч идет, а я мячик, который пинаю с разных сторон, а мячик тоже думает, где бы приземлиться, и что с этим происходит. Поэтому я трактую происходящее именно так, что идет политическая борьба на достаточно высоком уровне. Ну, давайте пофантазируем. А я объект этой борьбы. Я объект. Вот кто так будет бороться за профессора Кагарлицкого? Борется не за профессора Кагарлицкого, не против профессора Кагарлицкого. Борется между собой. А вот профессор Кагарлицкий это инструмент в разборках между этими группировками. Давайте представим себе, в каком смысле инструмент. То есть для одних это возможность сказать, условно, Путину, что посмотрите, ФСБ совсем уже с ума посходили, интеллигентных пожилых людей, значит, по этапу отправляют. Да, принести бумажку, например, на второе управление, что они слишком жесток себя ведут. Да, и в этом выигрыш вот этого блока, которое борется с ФСБ, показывая на вашем примере, например, что это как бы вот за грани. Ну, во-первых, я глубоко верю, что вообще Путин ни в том, ни в другом случае вообще никакого отношения не имеет. А кто тогда? Как вот нарисуйте мне картину этой борьбы? Условно говоря, генерал Иванов принимает решение, а генерал Петров в соседнем кабинете, пытаясь подсидеть генерала Иванова, принимает какие-то меры, чтобы это решение сорвать. Я это понимаю так. Кто эти люди, я их не знаю, надеюсь узнать. Это относится и к администрации президента, я уверен, это относится к ФСБ, это относится к Совету безопасности, это относится, может, к правительству. Про правительство я не знаю, там более практическая работа просто. То есть вот это все между этажами происходит? И там идет острейшая борьба, пока позиционная, но которая выльется в очень острую, серьезную уже борьбу, открытую, на мой взгляд. Есть еще одна версия, что просто оттепель перед выборами, и поэтому, собственно, нужно показать, что на самом деле власть, она не только может наказывать. Помните, как Ходорковского отпустили перед Олимпиадой в Сочи, но сейчас Олимпиада у нас не предвидится, но в каком-то смысле марта этого года тоже определенная Олимпиада. Может быть, это просто такое, власть немножечко дает... Знаете, вот есть ощущение у многих, либо что власть непоследовательна, либо что власть проводит какой-то курс, а потом, значит, почему-то этот курс приостанавливает. То есть, скажем, если мы берем даже историю с предполагаемой оттепелью, что вот отпустили меня, отпустили еще несколько человек. Ну, начиная, кстати, с Олега Орлова, да, как известно. Но одновременно был целый ряд репрессивных действий, тоже достаточно жестких. И вот есть версия, что власть проводит непоследовательную политику, да. А мое ощущение совершенно другое, что нет никакой непоследовательности, нет никакой политики вообще. Просто есть разные ведомства, разные люди, каждый из которых имеет свою повестку и, возможно, проводит свою политику. Где-то они живут и работают параллельно, где-то они сталкиваются, между ними возникают конфликты. Где-то, кстати говоря, они живут спокойно и не сталкиваясь. Открытое письмо вашу защиту подписали очень разные люди. От известного французского политика Жанна Люка Меланшона до Надежды Толоконниковой из Пусси Райт. Но для левых движений по всему миру ваша посадка, пожалуй, выглядела, ну, как такой абсолютный эксюмарон, потому что Россия, значит, борется с американским империализмом, топит за многополярный мир и братство, при этом отправила в СИЗО главного левого мыслителя страны. Может быть, именно этот аргумент сыграл какую-то важную роль в вашем освобождении, когда Путин пообещал разобраться в деле? Ну, я думаю, что те люди в верхах, которые хотели моего освобождения, безусловно, этот аргумент использовали. Насколько он сработал и насколько это повлияло на сознание. Но не за каждого такие разные люди пишут такое письмо. Я понимаю. Ну да, но мне приятно это было. Когда я увидел этот список, мне было очень приятно. Но, понимаете, я еще раз говорю, не надо преувеличивать рациональность и, главное, политический характер мышления людей, которые у нас что-то решают. То есть, опять-таки, мы думаем, что они мыслят как политики. Они не мыслят как политики, они мыслят как чиновники, или они мыслят как сотрудники тех или иных служб и учреждений. Причем, повторяю, вот логика взаимных каких-то подсидок, взаимной интриги имеет очень большое значение. То есть, политика где-то на заднем плане. Все-таки сутью, ну, как бы глобальной претензии, которая все равно обсуждалась в интернетах, пока вы находились в СИЗО, была большая дискуссия. Я за ней наблюдала и в Фейсбуке, и в Твиттере, и в других соцсетях, что, мол, да, безусловно, это беспредел, и Горлицкий в тюрьме – это абсолютный нонсенс, на этом сходились самые разные политические силы. Но дискуссия по поводу того, можно ли каким-то образом вообще высказываться, когда твоя страна воюет, каким-то образом, ну, скажем так, легитимизируя что-то из целей противника, она все равно как бы была развернута. Ну, вот, условно, многие люди выступают против войны, но считают, что там донатить в СИУ – это вещь абсолютно неприемлемая, потому что, может быть, мы не согласны со своим государством, но мы, мол, внутри разберемся. Вот ваша позиция в этой связи, она какая? Я не оправдываю ни одну из сторон, когда они совершают какие-то действия, скажем, от которых страдает гражданское население. Это во-первых. Меня же критиковали и за то, что я плохо писал про украинскую власть, и за то, что я плохо писал про российскую власть. А я просто никогда никому не угождаю. Я пишу так, как вижу, и так, как я проанализировал. И понятно, что, скажем, если мы критикуем то, что российское государство сейчас делает, это отнюдь не значит, что мы должны поддерживать какое-то другое государство, соседнее, например. Это лишь значит, что мы, как граждане России, взволнованы и обеспокоены тем, что делает наша власть у себя дома и на своих границах. Но за этими границами могут быть такие же противные, такие же жестокие и бессовестные люди, как те, с кем мы сталкиваемся у нас дома. Просто вот эти наши, и мы говорим про них. Вот и все. И что касается какого-то оправдания той или другой стороны, повторяю, я вообще стараюсь не давать каких-то оценочных суждений. Я стараюсь объяснить, почему это происходит так. Какие есть варианты, какие есть опасности. В данном случае я считаю, что это позиция патриотическая. Почему? Потому что мы должны видеть проблемы, которые стоят перед страной. Я об этом сказал на суде. Мы должны эти проблемы анализировать, мы должны эти проблемы осознавать и должны предлагать какие-то варианты решения. И это гораздо патриотичнее, чем бить себя в грудь и кричать, ах, мы обожаем наше начальство. Потому что патриотизм и любовь к начальству – это все-таки немножко разные вещи. Вы про кейс Димы Быкова и розыгрыш пранка не слышали? Знаю, знаю, знаю. Но вот на этом примере, например, вот можете мне сказать, прослушав вот этот пранк, вам сложно было пережить такую позицию Быкова? То есть вы его осуждаете за нее или вы нормально к этому относитесь? Ну, опять же, Ксения, вот вы хотите, чтобы кого-то осуждали и поддерживали. Я никого не хочу, где осуждать, не поддерживать. Но вы стали из-за этого, скажем так, по-другому относиться к Быкову? К Быкову я отношусь как к человеку, который в каждый данный момент говорит то, что он в данный момент думает. Он безумно талантливый человек. Ну, то есть разочарования не было после такого? У меня с ним было очень много разочарования. И до, и, наверное, будет после. При этом я просто верю, что его несет. Его несет, его очень легко увлечь, в этом смысле его очень легко спровоцировать. И он начинает вываливать, в общем, то, что, может быть, даже и не думает. Или то, что он не будет думать через 15 минут. Или то, что он не думал 15 минут назад. Если проанализировать выступление Дмитрия Быкова, то можно видеть, что он говорил зачастую взаимоисключающие вещи. Но я вас уверен, что каждый данный момент он говорил совершенно искренне. Потому что это не политический домогог, который вот туда-сюда вихляет. А это человек, который просто увлекается... Литературный трик. И произносит слова, которые, в общем, да, могут звучать не очень удачно. Давайте поговорим о тюрьме. Впервые в следственном изоляторе вы оказались в 82-м году. Скажите, вот сидеть при Брежневе или сидеть при Путине? В чем разница? Эпоха разная. Ну, понимаете, и контингент разный, кстати, разные тюрьмы. Первый раз я сидел в Лефортовской тюрьме. Соответственно, какой был контингент? Это были либо политические, но политические друг к другу не сажали. Просто я знал, что там сидят мои товарищи. Либо хозяйственники. Причем это были серьезные взрослые люди, которые мне очень много рассказали о том, как устроена была советская экономика. Ну, либо шпионы. Но, опять же, шпионов настоящих я не видел, но видел совершенно уникального, замечательного молодого человека, который сидел уже какое-то время до этого за хулиганку, то есть по статье «Злостное хулиганство». И потом его из лагеря вытащили и вернули, вернее, посадили в Лефортовскую тюрьму, потому что выяснилось, что его суббутыльник так и был действительно американским шпионом. Вот в чем все-таки главная разница между СИЗО при Брежневе и при Путине? Понимаете... Вот на бытовом таком уровне? На бытовом уровне, конечно, в моем случае, опять же, подчеркиваю, в моем случае, было, конечно, сейчас гораздо лучше. В моем случае. То есть все-таки бытовые условия изменились? Телевизор есть. Но, правда, иногда это в пытку превращается. Но, тем не менее, он есть. Почему в пытку? Ну, скорее, вы посмотрите каждый день. Один Сармат, и все. Были британские острова, нет британских острова. Но мы же серьезные люди. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунд. Хладильник. Гораздо более богатый выбор в телевизорной ларьке. Возможность получать передачи гораздо чаще. И в гораздо большем объеме, и с гораздо большей номенклатурой предметов. Опять же, самое главное в моем случае, это всем письмо. Каждый день ко мне гора писем. И я в большую часть времени сижу, пишу ответы. Я на все писем пишу ответы. Ну вот с бытовым разобрались немножко. А вот оказавшись в Сафтывкарском изоляторе, вы как социолог наверняка составили портрет вот этой тюремной социальной группы. Это же очень интересно. Что за люди сейчас сидят? Богатые, бедные. Какие они? Вот общий, можете какой-то социальный срез? Из чего состоит этот социал? Ну вообще вам скажу, что для социолога это безумно интересный опыт был. Потому что тюрьма на самом деле это абсолютный срез общества. Причем, вот вы говорите, какие люди сидят? Да всякие. Понимаете? То есть были чиновники там, например, предприниматели. Причем совершенно не факт, что по экономическим делам. Тоже могут быть и убийства, и насилия, всякие драки пьяные и так далее. Потому что пьют очень много, и за это очень много всяких неприятностей у людей случается. Опять же, вот людей, которые шли по статьям, связанным с наркотиками, к нам не пускали. У нас была так называемая людская хата. У нас серьезные, уважаемые люди находились. Или, по крайней мере, приличные. Поэтому всякая шушера и шалупонь, типа наркодилеров и, в общем, тем более каких-то наркоманов, они к нам категорически не попадали. И более того, если бы что-то такое, не дай бог, случилось, последовала бы жалоба, и их убрали бы. Потому что сидельцы в нашем случае, в нашей камере, это люди уважаемых, с ними считается администрация. Поэтому просто говорю, кого попало, не подселяли. Ну, то есть, а какой сплотной вот этой всей муравской жизни вы это все не сталкивались? Нет, категорически нет. То есть вы под надзором администрации? Не только просто, но есть вот такие люди, которые сидят по разным статьям, но это вот люди, они так называются люди, людская хата, это люди. К ним определенные отношения, у них друг с другом отношения. Например, у нас в камере материться было нельзя категорически. Один парень пришел, который только что недавно со своего вернулся, вошел в камеру мат-перемат. На него просто наш сосед, который был старше, по камере так вот из-под лоби посмотрел немножко и сказал, Сань, а без мата не можешь? Человек тут же перестал материться, а через неделю бросил курить. Вы говорите, вернулся с СССР, а вы встречали там людей, которые были готовы пойти на войну, завербоваться? Конечно, конечно. Да? Серьезно? Вот безумно интересно. А какие мотивы основные? Один-единственный мотив. Там четкое деление. Если срок меньше пяти лет, ни в коем случае никогда. Дали срок меньше пяти лет, то нельзя идти. Если срок дали больше пяти лет, обязательно надо идти. Причем можешь разговаривать с людьми и говоришь, а вообще как вы к войне? Войны нет, ладно. Можешь говорить с людьми и задаешь вопрос, а как вы к СВО относитесь? Да категорически против, я вообще не одобряю, я считаю, что это ужасно и так далее, и так далее. А если срок дадут больше пяти лет, завербуетесь? Да, конечно, завербуюсь, да немедленно завербуюсь. То есть это никак не связано? Это не связано никак абсолютно, это совершенно разные вещи. Я что-то время говорю, в России нет политики, российское общество политичное. Вот мы начинаем это оценивать в политических категориях или в моральных, нравственных категориях. Ну а нет ли там каких-то пугалок, условно, что все равно эти отряды в основном ставят прямо на жесткие штурмы и выживают, условно, из них там, ну, буквально из десяти человек, вот я слышала такие пугалки, там, три, максимум четыре человека выживают и получают эту долгожданную амнистию. Ну, больше того, в этом СИЗО был такой слух, что все, кто ушел в предыдущую волну, всех уже убили. Хотя, на самом деле, это неправда. Так. Но слух был именно такой, что убили всех. На самом деле, повторяю, убили не всех, но, судя по всему, очень многие. Мужик сидел рядом со мной, это не в камере было, о так называемом боксе, то есть нас всех туда запихнули перед тем, как везти на суд или на какие-то допросы, в общем, куда-то там вывезти за пределы СИЗО. И вот народ начинает разговаривать, такой вот средний возраст, семейный такой, нормальный вроде бы мужик, рабочий, профессиональный вроде бы парень. А что он делал? Он остался без работы, и он решил подзаработать, когда ему нужно было дом ремонтировать или еще что-то. Он у себя устроил склад наркотиков. Вот реально оптовый склад. Причем тоже, вот никаких проблем. Он вообще против наркотиков, прежде прочим. И что, и он был готов пойти? Вот. А у него уже была судимость. Он говорит, мне точно 12 лет дают. И я задаю вопрос, вот, а вообще вы не подозреваете, что это может оказаться билет в один конец? Он говорит, а если 12 лет, то это уже не имеет значения. И это понятно. То есть вот четко эта линия, пять лет, да, вот пять, может быть, с небольшим лет, человек, нормальный человек может находиться в тюрьмах, лагерях и вот остаться нормальным человеком, выйти назад, на волю, ну и продолжать какую-то нормальную человеческую жизнь. Ну да, то есть даже если это один шанс из десяти, люди готовы брать его. Да, вот если больше пяти лет, если подаешь, там, шесть, семь, там, десять, пятнадцать лет, да, то, ну, действительно, у человека полное понимание, что нормальную жизнь он уже не вернется. И он уже считает, что как угодно. Знаете, как в известном советском анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом, но вот выйти, да. Вот смотрите, вы сказали, что в камере был телевизор. И каждый вечер из него условно кричит Скобеев. Мастурбирует прямо на камеру. В общем, достойный член команды Зеленского. Хозяин Зеленского, Байден, уже сообщил, что в курсе кадровых перестановок на Украине. Я хочу понять, люди это смотрят, обсуждают же. Какое отношение к пропаганде ей верят вообще в тюрьме? По Скобеевой время проверяют. Включилась Скобеева, значит, 6 часов. А обсуждается вот сама суть этих программ? Кто-то верил? Обсуждается, обсуждается. Так, и вот какое условно? Плохое. То есть веры нету в пропаганду? Нет, никакого. Ну, по крайней мере, я не видел, что кто-то верил. Причем это не значит, что люди стоят на каких-то оппозиционных позициях. Это не значит, что они поддерживают Навального, там, или либералов, или социалистов, или там еще кого-то. Это ничего не значит. А что, вот расскажите. Вот, допустим, Навального они не поддерживают пропаганду? Они никого не поддерживают. Они не поддерживают власть, они ни во что не верят, кроме того, что у нас все не так, как хочется, и никогда не будет так, как нужно. То есть твердое понимание, что вот то, что мы сейчас имеем, это примерно как климат, как дождь, который идет на голову. Вот когда вам дождь идет на голову, вам нравится? В общем, правило, не нравится. Это плохо. И что вы можете сделать? Ну, протестовать, конечно, можете, но толку никак. Ну, подождите, но Скобеева же не только про Украину кричит. Она про геев, ну, про трансгендеров. Да, 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 про трансгендеров и геев все время, да. В Париже геи заражают обезьянь и оспой уже не только друг друга и смех и грех, но и собак. Болезнь выявили у итальянской борзой, которая принадлежит гей-паре. Может быть, к этим темам другое отношение? То есть, условно, не верю пропаганде военной, но ненавижу Америку, ненавижу, понятно, раз в тюрьме, тем более, гомофобия и вот прочие вещи. Это совпадает с риторикой? Понимаете, тоже с гомофобией вообще особо интересная тема, потому что, да, среда абсолютно гомофобная. Ну, естественно, это тюрьма. Совершенно неестественно. Ну, в тюрьме это естественно. Даже если ты не гомофоб, тебе надо делать вид, что ты гомофоб, иначе тебя заподозрят. Да, 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 в соответствующих вещах. То есть, конкретно все гомофобы, да. И поэтому, когда Скобеева начинает кричать про геев и трансгендеров, все просто говорят, чур, чур, что же она все время к нам с этим пристает? Ну, отстань, отстань, спокойно, не хотим про них слушать, про этих голубых. Ну, не хотим мы про них слушать. А ты нам все время про них рассказываешь. И это вызывает дикое раздражение. Просто вот почти на уровне тошноты. То есть, не надо об этом говорить, да. Что касается Америки, которая загнивает или загнивающего Запада, то, ну, это как в советское было время, это опять-таки перебор. Понимаете, перебор, потому что, понимаете, что по другим каналам все время идут американские боевики или какие-нибудь американские жимольные оперы. Ну, может быть, еще турецкие. Вы хоть снимите что-то свое, да. И главное видно, что все, что наши снимают, тоже снимаются по американским лекалам. Поэтому ощущение какое-то шизофреническое. Ну, вот они говорят, что такое, и какое-то к нам это имеет отношение, никакого, понимаете. И вообще Америка, она вообще существует. Ну, хорошо. Вы умнейший человек, интеллектуал. Наверняка времени там много свободного в тюрьме. Наверняка сокамерники в какой-то момент говорили. Но что, профессор, расскажи нам правду матку, о политике, что-то... Как вот это, наверняка, сокамерниками? Начнем с того, что там был человек, который сидел уже очень долго. И в этой камере конкретно, собственно, он был старший. Он сидел давно, плотно. Смотрящий. Ну, он не был смотрящий, он был старший, если говорить так. Я бы сказал, что он был ответственный квартиросъемщик. Потому что он там сидел постоянно. Ему принадлежал телевизор и холодильник, между прочим. Он сам их купил на свои деньги. Это вообще была совершенно фантастическая история. Я думаю, что он когда-нибудь напишет книгу. Я, уходя, ему сказал, что если он... То есть обеспеченный такой. Я сказал, что если он напишет книгу, то я сделаю все, чтобы эту книгу опубликовать. Потому что это будет совершенно потрясающая история про воркутинских бандитов, после которой крестный отец покажется, в общем, такой легкой комедией. Суть в том, что человек за время сидения выучил английский. Ну, или, по крайней мере, подучил. Может, немножко знал, но сильно подучил английский. Очень много читал по истории, по экономике. Все время конспектировал и так далее. И я уже, когда пришел, вижу, что там есть свой, так сказать, интеллектуальный авторитет. В общем, вполне служивший и обоснованно служивший уважение соседей, потому что к нему можно обратиться за какими-то вопросами, разъяснениями. И в том числе юридическим. Он еще писал ходатайства всякие, писал документы, жалобы и так далее. И вот время от времени он ко мне обращался. «Борис Юрьевич, а с вашей точки зрения как?» Но, так сказать, я всегда ему давал высказаться первым, что вот он здесь авторитетный человек в интеллектуальном, в том числе, плане. Пусть он скажет свое мнение. Если я не согласен, я могу так тихо сказать, что тут все-таки не совсем все так. Но, кстати, в основном у него были вполне здравые суждения. Но надо сказать, что в принципе, вот просто поймите, что опять же уровень невежества некоторых наших сограждан не просто высок, он поражает. Он в том числе поражал моего соседа, которому я только что рассказывал, что у него глаза на лоб лезли, а он-то, между прочим, видел много больше, чем я. И, ну, например, вот к нам приходит человек, который не знал про революцию 1917 года. Потому что мы вот решили смотреть фильм «Троцкий», который как раз крутили по первому, если не путаю, каналу. И он из этого фильма узнал, что в 1917 году в России была революция. Да здравствует очищение через кровь! А потом мы начали его расспрашивать и выяснили еще более интересную вещь, что человек не знает про Советский Союз. Вернее, он... Ну, подождите, это школьная программа. Не знает он школьную программу. Хотя, кстати, школу он заканчивал. Ну, не запомнил ничего, не усвоил ничего. То есть он знал, что был какой-то Советский Союз, он здесь был, вот здесь был СССР, да? Но как он возник и куда он делся, человек не знал. То есть он когда-то был, а потом куда-то исчез. То есть кто этот мужчина... Нет, он не знал. Кто этот мужчина не знал. Он вроде как прошел, да? Ну, видимо, придется делать отдельную программу про школьное образование в России. Я боюсь, ты не одну. Слушайте, а вот еще такая интересная вещь про надзирателей. Это же вообще отдельная каста, да? Вот я читала Фуко на эту тему, книгу надзирателей. Любимая моя книга, безусловно. Вот скажите, есть ли что-то в российском СИЗО, напоминающее его паноптикум? Такое идеальное пространство для осуществления власти одних над другими? Ну, паноптикум, который, кстати, не Фуко придумал, но писал только, это реальная история. Да, есть, потому что в каждой камере стоит видеокамера. Камера в камере, так сказать, да? То есть видеонаблюдение идет во всех камерах. Правда, в женских нет, но мужских во всех. И вот дальше самое интересное, что есть тюремная легенда. Я подозреваю, что это легенда. Но легенда, которая мне страшно понравилась, именно потому, что она вот один в один соответствовала Фуко. А легенда такая, что якобы во ФСИНе, в главном каком-нибудь офисе, есть некая комната, куда выходят видеосигналы из всех камер, всех СИЗО, и вообще всех тюрьм России. Так, большой брат смотрит. Да, такой супербольшой брат, что есть какое-то панно, на это панно выходят все-все-все-все-все камеры, и сидят какие-то люди, которые, ну, может быть, рандомно, а может быть, интересы ради, переключают посмотреть вот этих или вот этих, что они сейчас делают. То есть, ну, это чисто точно описание паноптикам у Фуко столь шанса, что уже на другом технологическом уровне. То есть, это уже телевизор. Я подозреваю, что это неправда. Я, честно говоря, с удовольствием представляю вот эту суперкамеру, или суперкомнату, где вся информация собирается. Но, тем не менее, куда-то, куда-то это видео поступает, кто-то их смотрит. И понятно, что никто не смотрит 24 на 7. Но, в принципе, такая возможность есть. То есть, ты исходишь из того, как и герои Фуко, что тебя могут смотреть в каждый данный момент всегда. Но потом к этому привыкаешь и перестаешь это замечать. Хочу привести одну цитату вашей дочери, Ксении. Коллеги не любят, когда я сравниваю отца с Навальным. Но Навальный мог бы остаться в Германии, и все было бы нормально. Но он поехал в Россию. И все до сих пор задаются вопросом, на что он рассчитывал, когда возвращался. Мне кажется, его позиция заключается в том, что обязательно нужно быть в России. И вот то же самое с Борисом. Но скажите честно, пока вы находились в СИЗО, неужели у вас не было мысли, дойдя, ну все к черту. Уеду. И остались вы здесь действительно, потому что для вас так важно быть в России? Или может быть просто сейчас вы понимаете, что два раза в одну воронку снаряд не ударит? Ну, знаете, если работает снайпер, то может и два раза в одну воронку. Но надеюсь, что нет. А почему я должен уезжать? Я не понимаю, почему я все время спрашиваю. Почему я должен уезжать? Я живу в своей стране... Ну, к дочери, в Черногорию, да хоть куда просто, чтобы... Хорошо, но я живу в своей стране. Я в этой стране являюсь гражданином. Я считаю, что я могу как-то влиять на жизнь этой страны хотя бы тем, что я говорю и пишу. Я считаю, что... Я доказываю своим просто жизненным опытом, что не надо бояться. Понимаете? Не надо бояться. Я понимаю, что у разных людей разный порог страха. То есть есть люди, которых вот так можно напугать, да? А есть люди, которых гораздо труднее напугать. Но дело не только в пороге страха, а дело в ответственности. Вот у меня достаточно высокая ответственность, я думаю, все-таки за то, что я как гражданин страны должен и могу сделать. Я знаю, что я могу сделать многие вещи. Понимаете? И надеюсь, что еще сделаю. В каком случае вы уедете? Ни в каком. Уже вот сейчас новое возбудят против вас. Ну, значит, сяду опять. Ну, что делать? Я вот не хочу нас одеться. Ну, вы серьезно вот так. Да, категорически этого не хочу. Ну, а что мне остается делать? Ну, что делать через... Нет. Верхний Ларс. Зачем мне Верхний Ларс? У меня в Москве все хорошо. Что должно произойти в России, чтобы вы, как Ленин, который потом вернулся, но в 1900 году все-таки уехал из России? Вот что должно произойти? Ну, а почему... Вот еще раз. И почему я должен убегать отсюда? Ну, зачем мне убегать? Ну, то есть ничего. Что бы здесь ни происходило, вы будете здесь. Да. Теперь о грустном. В конце декабря 2023 года, когда вы только вышли из СИЗО, издание «Проект Баданина» опубликовала расследование о политологах и медийных персонах, которые берут деньги у прокремлевского экспертного института социальных исследований. АЭС. В материале значится и ваша фамилия, и они пишут, я процитирую, Борис Когорлицкий получил от АЭС полмиллиона рублей в июле-августе 2019 года за подготовку аналитического материала. Через два дня после денежного перевода опубликовал колонку с критикой умного голосования Навального. Хочу понять, так ли все это? Ну, начнем с того, что умное голосование Навального я критиковал все время и буду критиковать дальше. Потому что посмотрите вот на нынешнюю Государственную Думу, посмотрите на некоторых других замечательных депутатов, которые прошли по умному голосованию Навального. И я думаю, после этого просто согласитесь, что я был прав. Вот я был просто конкретно прав, понимаете? Я показывал, что это умное голосование приведет в депутатские кресла людей, которых мы там, как демократы, как просто элементарно порядочные люди, не хотим там видеть, понимаете? И я об этом писал и говорил с первого же дня, как только это умное голосование было предложено. Я считаю, что это не умное голосование, совершенно другое. Это была попытка команды Навального управлять процессом, попытка неудачная, как мы выяснили, которая не работала ни на какие демократические изменения. А по поводу ИСИ, да, тогда работал Институт глобализации и социальных движений. И в рамках этого института мы делали доклады, мы получали действительно заказы исследовательские. И это была совершенно другая линия работы, понимаете? А вы еще будете обвинять человека, что он, не знаю, водит такси, в котором ехал... Нет, я ни в чем не обвиняю. Нет, я не про вас. Я говорю, что просто... Но вы знали, что это институт, связанный с государством? Конечно, да. То есть у вас нет позиций, что ни к чему притрагивается государство, я иметь дело не буду? Хорошо, ну да, если вы торгуете пирожками, придет очень нехороший человек, купит у вас пирожок, вы ему продали пирожок и заработали эти самые деньги, это что? Да, это какой-то аморальный шаг? Ну, может быть, кстати говоря, да, вы можете поставить такой вопрос. Ну, давайте так, всегда же есть... Мы просто тоже всегда ведем эти дискуссии с коллегами, спорим иногда. Я тут на вашей стороне просто хочу вот об этом поразмышлять, потому что тема непростая. Вот где всегда эта грань? Ну, вот условно, если первый канал вам закажет тоже исследование внутреннее для себя по вашей теме. Вот для первого канала уже можно делать или уже нельзя? Они мне не закажут. По очень простой причине. То, что я сделаю, будет для них слишком невыгодно и слишком страшно. И, собственно говоря, та же самая история с АИСИ и до этого, кстати, с другим проправительственным институтом мы сотрудничали и с ЭПИ. Мы сотрудничали и это официально писали на нашем сайте, мы официально это объявляли. То есть мы это делали, когда речь шла о социологических накладах или аналитических докладах по каким-то вещам. В данном случае речь шла, скажем, о западном левом движении. Но в 2018 году мы опубликовали доклад по анализу пенсионной реформы, после чего нас практически сразу объявили иностранными агентами. Да, но мы с вами в прошлом интервью об этом говорили. Кстати, посмотрите, по ссылочке у нас еще одно интервью есть. Совершенно верно. И поэтому то, что я как социолог или как политический аналитик напишу, нынешняя власть не сможет использовать. Понятно. Мне здесь интересен такой морально-этический аспект, потому что, ну вот смотрите, у врачей все просто. Хороший врач всегда вам скажет, что, слушайте, я любого человека буду спасать, я давал клятву Гиппократа, мне не важно. Чиновник Единой России, коррупционер, маньяк, убийца. Вот если человек умирает, я сделаю операцию, сделаю все, чтобы он не умер. Вот если к вам приходит... Ну, давайте представим, что они пришли. Не знаю, ФСБ или Первый канал, или Газпром. Вот разные структуры. Может, кому-то да, кому-то нет. Вы скажите. И говорят, хотим вот именно ваше исследование, потому что хотим на эту проблему посмотреть вот даже с вашей страшной точки зрения. Вы, как ученые, будете с ними сотрудничать? Даже если эти материалы никуда потом не пойдут. Вот просто для них понять ситуацию с другой стороны. Это же можно рассматривать, как что это будет полезно. Так пусть лучше ФСБ узнает, как на самом деле. Пусть лучше Газпром получит реальные цифры или Первый канал. А можно смотреть так, что, слушайте, вот им удавлюсь, но вот ничего им говорить не буду. Вот они так себя там ведут по отношению к стране, что не буду им ничего помогать. Пусть лучше узнают от нас, чем узнают на улице. Так, да. Знаете, ну, во-первых, действительно, это вопрос хороший. Вот почему. Все-таки общественные науки не могут не быть хоть как-то ангажированы. Поэтому действительно это не совсем тот случай, что у врача. То есть здесь определенная ангажированность неизбежна и, более того, необходима. И нужно, вот как говорил Макс Вебер, отчитываться не только о своих действиях, но и отдавать себе отчет о последствиях своих действий. Вот это очень важно. То есть кто это сможет использовать. Поэтому я думаю, что, скажем, первому каналу я бы ни при каких обстоятельствах не стал бы делать какую-то работу. Почему? Противно. Но дело даже не в этом. Нет, конечно, тут есть и этические, и политические нормы. Понимаете? Первому каналу точно нет противно. Газпрому. Если бы какая-нибудь госкорпорация пришла бы с запросом, то можно поставить очень простое условие. Все, что будет вам прислано, будет опубликовано. То есть это становится достоянием общества. Тогда да. Да, вы профинансировали эту исследовательскую работу, но она становится достоянием всего общества. Понятно. И тогда спасибо. Нет. Почему? Ну, потому что у них свои эксперты. Я с ними не хочу вместе. Ну что, приходят, они же там тоже есть умные, интеллигентные люди. Безусловно, наверняка есть. Приходят, говорят, слушайте, но мы хотим поменять систему изнутри, чтобы больше такие, как вы, в тюрьму не попадались. Сделайте нам исследование. Как раз вы поможете нам понять, где настоящий враг и шестая колонна, а где приличные профессора, которых трогать не нужно. Я понимаю, что такое очень интересное интеллектуальное эксперимение. Конечно, мне всегда интересны интеллектуальные эксперимения. Я понимаю, но... Но почему нет-то? Понимаете... Вы же не по блатным понятиям живете, что с мусорами не сотрудничаем, правильно? Нет, нет, нет. А почему так? Я вообще не по понятиям живу, я живу по принципам, это разные вещи. Понимаете, я не говорю, что нельзя сотрудничать с государством, понимаете? Но вот на данном этапе с людьми, которые конкретно рулят сейчас государством, сотрудничать, на мой взгляд, нельзя. Вот на данном этапе. С другими людьми на другом этапе возможно. Пока вы находились в СИЗО, в мире произошли глобальные изменения. Я говорю в первую очередь про нападение Хамаса на Израиль и новую войну на Ближнем Востоке. Как вам кажется, могут ли за этими событиями стоять какие-то, скажем так, выражаясь вашим термином, периферийные империи? Или это тоже конспирология? Для российской элиты сегодня, конечно, кризис на Ближнем Востоке выгоден. Ну да, мне кажется, это главный подарок Путину прошлого года. Слава Богу, да, не на нас сейчас будут указывать. И, кстати говоря, сначала мы видели, что творил Хамас, потом мы увидели, что творили израильтяне. Соответственно, мы видим, что весь мир такой, да? А зачем же приставать с дурацкими вопросами? То есть вот эти все темы вполне понятны. Но я не думаю, что кто-то мог это устроить, что называется, извне. Кто-то мог выиграть. Слишком большая игра, да? Хамас не рассчитал силу удара. То есть они хотели устроить маленькую провокацию, и это стандартные заварушки, которые там происходили в ближневосточном котле периодически. И да то Хамас по Израилю бросает ракеты. То есть вы другими словами хотите сказать, что они не ожидали, что Израиль так... Нет, нет. Да-да-да, совершенно верно. Они могли не ожидать, судя по всему, они не ожидали, что Израиль вдруг окажется в этом месте так слаб. Понятно. А потом у Израиля не осталось другой уже перспективы, кроме как, опять же, бить со всех сил, чтобы отыграться. И там уже внутриполитические израильские механизмы заработали, потому что Нихан Яху, в свою очередь, нужно удержаться в кресле премьер-министра, потому что иначе он сядет в тюрьму. Понятно, да. И так далее, и так далее. То есть они запустили стихийный процесс. В общем, коротко, это точно не Россия, которая помогла Ирану все это замутить. Нет, в это я не верю. Хорошо. На самом деле, расклады не похожи на расклады мировых войн. То есть в действительности нету двух более или менее равновеликих или сопоставимых по силе блоков. Есть много региональных блоков, которые калейдоскопически складываются в довольно странные комбинации. И, кстати говоря, например, если мы берем роль Ирана, то думать о том, что Иран – это просто союзник России или Россия – просто союзник Ирана. Это абсолютно неправильно. Они играют в свои собственные игры. Причем там еще странные пересечения, что кто-то в одной комбинации может быть вместе, в другой комбинации они могут воевать друг с другом. Ну, привезите главный пример. Какой игрой играет Иран? Ну, например, Иран в ближневосточном конфликте с одной стороны вместе с рядом арабских стран выступает против Израиля. С другой стороны он продолжает конфликтовать с этими же самыми арабскими странами. И грозится перекрыть Армурский пролив. И в этом случае главным, кто понесет ущерб, будут как раз те арабские страны, которые поддерживают, скажем, Хамас. Ну, и Иран поддерживает, например, хуситов, которые топят танкеры. Да, и которые одновременно воюют с Саудовской Аравией, и одновременно Иран пытается с Саудовской Аравией замириться, как мы знаем, да? И так далее. Ну, и опять же, думают, что хуситы тоже играют в свою собственную игру, потому что у них там свои племенные расклады. Понимаете, мы все время думаем, что все обеспокоены тем, как там события в России происходят, или хотя бы в Иране, да? Ну, то есть Ближний Восток это такие новые Балканы, где масса разнонаправленных интересов. Понимаете, вот посмотрите на карту Йемена, где даже не две воюющие страны, там минимум четыре воюющие страны, все воюют друг с другом. И дальше получается очень интересная вещь, что эти ребята смогли договориться с иранцами о поставке оружия, а те ребята, скажем, с американцами или там с саудитами. И поэтому мы думаем, что вот эти ребята за иранцев, а те за саудитов. А ничего подобного. Они за себя. Ну, просто вот они так договорились. Потом, может быть, передоговорятся. И наоборот, вот эти будут с ираном мутить, а те, наоборот, с американцами или с саудитами. Это может вот рокировка за 24 часа случиться. Нет устойчивых блоков в этом случае. Кстати говоря, Ближний Восток всегда такой был. И, ну, я надеюсь, он не всегда таким будет, но таким остается. Возвращаясь в нашу прекрасную страну, 11 января арестовали Сергея Удальцова, лидера Левого фронта. Он активно поддерживал СВО. Еще он поддерживал членов марксистского кружка Уфы, который в 2020 году обвинили в создании террористического сообщества. Можете объяснить, в чем суть этого дела и почему в глазах следствия марксисты превратились в террористов? То есть мне, например, всегда была понятна логика власти, почему мочили национал-патриотов, так называемых, ультрас, потому что опасно, их много, и они реальная опасность для власти. Но вот Удальцов, казалось бы, абсолютно встроенный в систему человек. Ну, начнем с того, что история с Уфимским кружком и история с Удальцовом чисто технически просто сцеплена между собой. То есть вы считаете, что его опять просто было задание его посадить, а дальше искали за что? Искали повод. Я не хочу скомментировать Уфимский кружок, потому что дело не закончено. У меня есть большие сомнения относительно того, что им предъявлено. Тем более, что это даже не дело сети. Если вы помните, дело сети, эти вот анархисты, они там хотя бы в пейнтбол играли и какие-то разговоры вели. Но их даже сравнивают, их называют в прессе дело Уфимской сети. Вот, понимаете, насколько я себе представляю этих вот уфимских марксистов, они в основном книжки читали. Причем книжки 80-столетней давности. Поэтому мне очень трудно их представить себе в качестве террористов. Но, повторю, я дальше комментировать не могу, потому что не знаю. У меня есть ощущение, что это был какой-то местный заказ. Тем более, не забываем, что... Заказ на удальцов. Нет, сначала на этих ребятах. Ну да, там же трое пришло с Донбасса бывших ополченцев. Один из них потом написал донос на этот уфимский кружок. И, собственно, по результатам этого доноса все это началось, что они готовят государственный перевод. Да, потому что там какие-то местные расклады. Причем не забываем, что один из этих ребят депутатом законодательного собрания был как раз в Башкортостане. Ну да, то, что там это свои местные разборки, мне примерно ясно, и провокатор, и так далее. Вопрос в удальцове. А давайте вернемся к моей версии борьбы между башнями. Да. Ну, одна версия, да? Борьбы между башнями. И тогда выясняется, что, опять же, кто-то пытается играть, условно говоря, в оттепель, кто-то пытается играть в заморозки. Причем, понимаете, такая странная погода, когда оттепель и заморозки наступают одновременно, понимаете? Условно говоря, две тучи, да? Вот. Но и, понимаете, поэтому вдруг и понятно становится, что кто-то хочет кого-то хватать, а дальше вопрос, почему удальцов конкретно? Да, во-первых, потому что больше некого уже. Понимаете, уже не так много осталось людей, хоть сколько-нибудь известных и хоть с каким-то возможным резонансом, которых можно схватить. В прошлый раз мы с вами виделись осенью 2022 года, после объявления мобилизации. Тогда о российско-украинском конфликте все говорили, и я вам в том числе и пересматривала наше интервью, сказала следующее, развязка может быть в течение года. Вы мне тогда ответили. Может быть, даже и года не дал. Ну, в общем, мы оба проиграли, мы были практически с вами коллективным Валерием Соловьем. Как сейчас, давайте уж раз у нас второе интервью, как сейчас вы оцениваете состояние этого конфликта? В этом году закончится? Давайте опять в конкретику. Ну, начнем с того, что я ошибся. И я тоже. Да. Нормально. Бывает. Поехали дальше. Нет, я просто хочу сказать, что когда, понимаете, надо уметь признавать свои ошибки, это очень хорошо. Мы должны признать, что мы оба ошиблись. Да. И это хорошо, что мы это признаем. Но в этом году закончится? И не будем выкручиваться. Не знаю. Теперь отвечу дальше. Не знаю. Я не хочу ошибиться второй раз. Теперь это условно на 10 лет? Нет. В вашем понимании? Короче. Смотрите, произошел украинский контрнаступ, который привел к тому, что ситуация военная стала гораздо более драматичной, гораздо более тупиковой для Украины, но при этом не стала много лучше для России. Потому что контрнаступление отбили достаточно успешно. И вот что дальше? И остались примерно на том же месте. То есть, соответственно, отсюда какой вывод? Отсюда вывод, что то, о чем мы говорили примерно год назад, остается актуальным и сейчас. Просто события как бы отложились на год, может быть, полтора. Но именно по этой самой причине я уже сейчас сроки не хочу прогнозировать, потому что тенденцию, как мне кажется, я вижу, а вот сроки, увы, с ними плохо. Хочу привести вашу цитату из недавнего стрима. Если на месте Зеленского окажется Арестович, то война будет вести эффективнее. Объясните, почему Арестович для Украины лучше, чем Зеленский? Ну, я не хочу вмешиваться в украинские дела, мне хватает наших проблем в России, но у Арестовича есть очень важная мысль. Она, совершенно правильная, она стоит в том, что Украина сама себя подвела к кризису, расколов себя на украиноязычных, русскоязычных, на запад и восток, и что для того, чтобы выжило украинское государство, ему нужно консолидироваться. А консолидироваться можно одним, единственным способом, это реально включить русскоязычных в украинскую политику, причем не так, что вы должны покаяться или признать, что вы настоящие украинцы или как-то там извиниться за русский язык, а наоборот сказать, что вы русскоязычные украинцы, это очень классно, русский язык, это наш язык, это наша культура, и вообще есть русскоязычная Украина, это и есть то государство, которое мы будем защищать наряду с Украиноязычной Украиной, как единое целое. Ну, вот как Канада, допустим, есть франкоязычная, есть англоязычная. Что было для канадцев консолидирующим моментом в их истории, что их сделало канадцами. Это 1812 год, когда американцы напали на Канаду, британскую тогда еще, недавно завоеванную британцами, и казалось тогда американцам, что они войдут в Канаду, и, соответственно, англоязычные американцы присоединятся к англоязычным канадцам, объединятся, да, а франкоязычные тоже будут против британского владычества, потому что вот они совсем недавно завоеваны, и, соответственно, тоже, значит, выступят против британской короны. Произошло ровно обратное. Англоязычные и франкоязычные канадцы объединились, причем там практически не было британских войск, и они с треском вышибли американцев и гнали их до Детройта, который они потом взяли. Это канадцы до сих пор гордятся. И вот понятно, почему Канада стала государством единым, да, потому что они объединили вот этот франкоязычный и англоязычный участок в единое целое с единой идентичностью. И я так понимаю, что Аристоевич пытается то же самое сделать на Украине и пытается слить вот эти два куска в единое целое. Если они сольются в единое целое, они действительно будут гораздо более эффективным государством. Более эффективное государство более эффективно воюет, это тоже понятно. 2024 год, год выборов. Ваш прогноз, если в Америке победит Дональд Трамп, что изменится у нас? Или это прогноз нереалистичный? Вот интересно, он сказал, 2024 год, год выборов в Америке. А про выборы в России ну как разница? Мне кажется, выборы в России очевидно, что пройдут с успехом. Да, я понимаю. Мне кажется, что все-таки шансы победы Трампа не так велики, как их подает российская официальная пропаганда. в власти, вы считаете? Есть такая формула, что среди двух хромых ослов один все равно придет первый. Естественно, так и будет. И в данном случае мы видим имя двух хромых ослов. И, собственно говоря, сила Трампа не в том, что он силен, а в том, что очень слабый демократ. И дело не в том, что Байден, которого так ненавидят в Кремле, что он такой слабый кандидат. А дело в том, что вообще демократическая партия переживает, ну, примерно с 2014 года острейший внутренний кризис и фактическое разложение. Но отношения с Россией могут стать лучше? Нет, я думаю, что он хуже гораздо. С Трампом? Конечно. Ну, потому что об этом, кстати, многие говорят, что Трамп импульсивный, агрессивный. Трамп попытается навязать свои условия компромисса. Он сразу пойдет на компромисс. Let's make a deal. Давайте сделаем сделку. Потом не получит то, что хочет. И будет, наоборот, применять наиболее жесткие агрессивные меры, чтобы принудить к тому компромисс, который удобен ему. Это, собственно, бизнес-стратегия Трампа. Почему с Ким Чен Ыном, допустим, они договорились? Ким Чен Ын, как известно, с точки зрения Трампа, хороший парень. Потому что Ким Чен Ын сразу проявил готовность не просто к компромиссу, а к компромиссу, который спасет лицо Трампу. Это очень важно. То есть он даже не выгоду Америки учитывал, а он сразу пошел на встречу именно так, что вам нужно для вашего политического имиджа. Вот это мы все вам сделаем. В России так просто не умеют работать. Вообще, я просто хочу сказать удивительную и ужасную вещь, что наши политики, наш МИД сегодняшний в Северной Корее в подметке не годится. А это Северная Корея. Давайте вернемся к вашей жизни в России вот со всеми этими чудовищными регалиями. Иногент, экстремист, террорист. Получается, что вас, профессора с мировым именем, власть, по сути, приравняла к каким-то просто бандитам из ИГИЛ. Вот как вам с этим живется? Как это отразилось? Вот мы даже, когда делали эту съемку, нам было крайне тяжело найти вообще место вас снимать, потому что все сразу отказывались даже на коммерческой основе студии, слыша о том, кого мы снимаем. Мы со всеми юристами сидели несколько дней и консультировались, как мы будем подписывать этот выпуск, потому что это тоже большая проблема вообще с вами поговорить, потому что я говорю не просто с профессором Кагарлицким, а с экстремистом и практически террористом. Да не практически, а точно, по тому, как считает наше законодательство. Это же очень усложнило вашу жизнь, если не сделало ее невыносимой, я правильно понимаю? Ну, начнем по порядку. Что вообще, что такое этот самый список террористов и экстремистов? Где, какой есть в России закон, на основании которого этот список составляется? Такого закона нет. Никакой законодательной и юридической базы для существования этого списка нет. При этом список этот конкретно ограничивает права людей, которые в него попали. Ну, в частности, например, я не могу проводить никакие финансовые транзакции через банки, не могу пользоваться своими карточками, не могу даже наличными деньгами проводить транзакции. Прелестная история. А как оплачивать? Коммуналку как? Ладно коммуналку. Я штраф почти месяц не мог заплатить. Тот самый штраф, к которому меня приговорили. Я вел настоящую битву за то, чтобы мне дали возможность отдать государству мои деньги, которые государство у меня требует. Я ее выиграл. Я ее выиграл аккурат сегодня. Я заплатил этот штраф. Но у меня было твердое понимание, что есть процессы Кавки, попал в замок Кавки. Но, внимание, как мы помним, замок Кавки не дописан. И я считаю, что в конце, если бы я писал финал, все-таки инженер Ка дошел до замка и вошел туда. Во всем случае, я прихожу в Сбербанк, и мне говорят, что мы не можем принять у вас деньги, потому что вы в списке экстремистов и террористов. Я говорю, что я не могу заплатить штраф, а вот у меня приговор, что я должен его заплатить. Да, должно, но не можете. Каждый раз, при каждом платеже нужно писать заявление на каждый платеж, хоть пять копеек, приносить оправдательные документы, обоснование, почему, например, вы хотите совершить этот платеж. И тогда вот на основании этих оправдательных документов, которые копируются, прикладываются к делу, могут решить. Но ведь это окей, даже вы добрались до этого замка и все заплатили по штрафам и так далее, но давайте честно, вы не можете нигде устроиться на работу, вы не можете получать зарплату, преподавать в Шаненке, вы теперь со статусом этим не можете, лекции читать коммерчески нельзя. Как вы будете жить? Ну, то есть, даже вы найдете, кто вам там поможет заплатить коммуналку, там ваши близкие, родственники, там все помогут, не знаю, платить штрафы и так далее, но дальше жить-то вы как будете? Вам же нужно зарабатывать деньги, тратить что-то. Как вот с этим жить? Как ты живу? Я же не похож на человек, который выброс голоду. Как? Вот объясните. Когда я, например, сидел в СИЗО, мне все время люди посылали деньги на этот самый ларек. Мне присылали столько денег на тюремный ларек, что когда меня выпустили из СИЗО, я вышел с деньгами, которых у меня не было, когда я туда сел. И я вышел с этими деньгами, вот месяц я прожил на те деньги, которые люди мне накидали только за время, пока я сидел в СИЗО. Так что мир, как говорится, не без добрых людей, я не думаю, что мне грозит голодную смерть. Но вы не впадаете в ужас от того, что вы не сможете больше в вашей стране преподавать, не сможете заниматься вашей профильной деятельностью? Почему не смогу? Преподавать, да, не смогу. Но я вот, например, написал несколько статей, даже сидя в СИЗО. А сейчас вот вышла книжка Отто Бауэра «Австрийская революция» с моим предисловием, который тоже написал сидя в СИЗО. Книжка вышла и продается. И, кстати, всем очень рекомендую. Очень хорошая книжка, классика австромарксизма. Ваши книги не изымают? Как Акунина? Некоторые магазины испугались и стали убирать, а некоторые продолжают продавать. Но... Но вы же понимаете, что самоцензура очень сильная вещь в России сейчас. Ну, вы знаете, мне никто не может запретить думать, никто не может мне запретить писать. Пока я думаю и пишу, я могу работать. Потому что главная работа это вот то, что происходит здесь. А во-вторых, я глубоко верю, что все это продлится не очень долго. Спасибо вам большое, Борис Юрьевич. Желаю вам терпения, мужества. А еще обязательно съездите куда-нибудь отдохните. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо.